12 апреля в нашей стране отмечается День авиации и космонавтики. В преддверии праздника у памятника Юрию Гагарину, который установлен в центре города, у стен Люберецкого техникума, где в свое время учился первый космонавт планеты, прошел торжественный митинг. В нем приняли участие Владимир Ружицкий, космонавт Максим Сураев, руководители учебного заведения и учащиеся техникума. Вдох. Знаем наизусть, столько раз видели, но отсюда с многолетнего расстояния из всего пережитого главное выделим прорвавшиеся на улицы народное ликование и еще неизвестные до поры и времени космонавт, Люберцами откованный, литейщиком закалка кремня, гордость города подмосковного. Вот так. На протяжении многих лет, в апрельские дни, на знаковом для Люберец мести у памятника Юрию Гагарину проходят торжественные митинги, посвященные Дню космонавтики. Память о самом знаменитом человеке планеты жива. Город и все его жители гордятся тем, что именно наша Земля открыла миру имя космонавта, первым покорившим просторы Вселенной. Действительно славная традиция и исторический момент, что Юрий Алексеевич закончил здесь учебное заведение, что это поддерживается и молодым поколениям, это поддерживается и руководством городского округа. Я считаю, что это правильно. Максим Сураев пожелал ребятам, которые сегодня учатся в Люберецком техникуме, быть достойными славы своего предшественника. Россия была, есть и всегда будет великой космической державой. В Люберецком техникуме, в том числе, куются кадры, которые должны прославить и наши люберцы, и всю страну, как когда-то это сделал Юрий Гагарин. Я абсолютно уверен, что на этой площадке в стенах сегодняшнего техникума учатся будущие и Циолковские, Гагарины, Королёва, Королёвы и просто хорошие люди. Митинг завершился возложением цветов к памятнику Юрию Гагарину. А как символ устремлённости в космическое будущее, в небо взметнулись разноцветные воздушные шары. Ольга Щевелёва, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.